Как стать полицейским в Грузии? Сегодня работа в департаменте патрульной полиции МВД Грузии большая ответственность, а также дело престижа. Стать полицейским – мечта многих детей. Спасение людей от злодеев, преследование и задержание преступников, занятия, близкие к детскому идеалу. Полицейские формах для детей – настоящие герои, олицетворение борьбы добра со злом. В Грузии полицейскими мечтают стать не только дети, особенно после того, как система правоохранительных органов была полностью реформирована. Согласно опросам, полиция – это та структура, работу которой больше всего ценит население Грузии. Требования к сотрудникам патрульной полиции в Грузии достаточно строгие. Им категорически запрещается посещать казино и салоны игровых аппаратов, если того не требуют разыскные мероприятия. Полицейский в форме не должен появляться в местах сбыта и распития алкогольных напитков, а также в других развлекательных объектах. При исполнении служебных обязанностей во время общения с гражданами полицейским запрещается курить, жевать жевательную резинку, говорить по телефону, разговаривать из машины, носить солнечные очки и быть неопрятно одетым. Даже в нерабочее время полицейский в Грузии обязан оказать помощь попавшему в беду гражданину. Полицейский должен быть корректным при общении с людьми. Ему запрещено проявлять грубость и прибегать к насилию, он должен воздержаться от оскорбительных действий и даже в случае провокации оставаться объективным. Сотруднику патрульной полиции в Грузии запрещено, будучи в гражданской одежде, носить огнестрельное оружие на виду у всех, а также использовать служебное положение для личных целей. Полицейский в Грузии не должен интересоваться ходом дела, которое расследует его коллега. Это расценивается как нездоровый интерес. Правила поведения стражей порядка расписаны в Кодексе этики полиции Грузии. Нарушение этих положений карается дисциплинарными санкциями, которые определяет министр внутренних дел. Академия МВД сотрудником департамента патрульной полиции МВД Грузии может стать любой гражданин страны. Достигший совершеннолетия и владеющий государственным языком. Для этого нужно отучиться в Академии МВД, а далее пройти проверку уровня физической подготовки и состояния здоровья. Патрульная полиция с момента ее создания, с 2004 года, стала лицом МВД Грузии. Работа в этой структуре – большая ответственность, а также дело престижа. Именно по этой причине количество желающих стать полицейскими растет из года в год. Набор в Академию МВД объявляется ежегодно в сентябре. Желающие поступить в это учебное заведение, в первую очередь, должны заполнить специальную анкету, а далее сдать тест из двух частей, по общим навыкам и на эрудицию. Если конкурсант успешно сдал тест и преодолел минимальный барьер – 130 из 210 баллов, то его ждет собеседование. Далее проводятся медкомиссии и сдаются нормативы. Курс обучения в Академии МВД рассчитан на полгода. Выпускники Академии получают звание младшего лейтенанта. После этого они могут устраиваться на работу в патрульную полицию. В патрульную полицию можно перейти из другого подразделения МВД, но для этого необходима рекомендация работника этого департамента. Нормативы. Уровень сложности нормативов зависит от возраста и пола желающего стать полицейским в Грузии – от 18 до 25 лет. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет должны подтянуться на турнике от 8 до 12 раз, пробежать стометровку максимум за 14 секунд, 1 километр, максимум за 3 минуты 50 секунд, а 3 километра, максимум за 13 минут 30 секунд. Нормативы для женщин отличаются. Они должны от 20 до 30 раз делать упражнения на пресс лежа на спине, пробежать стометровку максимум за 16 секунд и покрыть дистанцию в 1 километр максимум за 5 минут 30 секунд. Требования к кандидатам в полицейские возрасте от 26 до 35 лет меньше. К примеру, мужчины должны быть способны подтянуться на турнике от 6 до 10 раз, пробежать стометровку максимум за 15 секунд, 1 километр, максимум за 4 минуты 5 секунд, а 3 километра, максимум за 14 минут 40 секунд. Представительницы прекрасного пола в той же возрастной категории должны сделать упражнения на пресс от 15 до 25 раз, пробежать стометровку максимум за 17 секунд, а 1 километр, максимум за 6 минут 30 секунд. От 36 до 40 лет. Мужчины в возрасте 36-40 лет должны подтянуться от 5 до 8 раз, пробежать стометровку максимум за 16 секунд, пробежать 1 километр максимум за 4 минуты 25 секунд, а 3 километра, не более чем за 14 минут 40 секунд. Нормативы для женщин выглядят следующим образом. От 10 до 20 упражнений на пресс, стометровка максимум за 18 секунд, 1 километр, максимум за 7 минут 30 секунд, от 41 до 49 лет. Мужчины от 41 до 49 лет должны подтянуться на перекладине от 4 до 6 раз, пробежать стометровку максимум за 17 секунд, пробежать 1 километр максимум за 4 минуты 50 секунд, а 3 километра, не более чем за 15 минут 30 секунд. В МВД Грузии планируется сокращение. От представительниц прекрасного пола требуется от 5 до 15 упражнений на пресс, стометровка максимум за 19 секунд, 1 километр, максимум за 8 минут 10 секунд, 50 лет и выше. Наименьшие требования к кандидатам в полицейские для тех кому 50 лет и выше. Мужчины должны быть способны подтянуться от 3 до 5 раз, пробежать стометровку максимум за 18 секунд, 1 километр, максимум за 5 минут 10 секунд, 3 километра, за 17 минут и выше. От ГАИ до патрульной полиции после распада Советского Союза государственная автоинспекция по аналогии осталась и в Грузии. Она была самым коррумпированным ведомством в составе МВД. ГАИшники брали взятки на каждом шагу. Даже если не было причин придраться, они просто могли попросить водителя помочь, чем может. Это все продолжалось до 2004 года, когда команда реформаторов во главе с президентом Михаилом Саакашвили объявила войну криминалу. В рамках реформирования МВД появился департамент патрульной полиции. Чтобы старые коррумпированные кадры не попули в новый департамент и тем самым не навредили реформе, руководство МВД во главе с Ираклием Акруашвили приняло решение о полном распуске ГАИ и новом наборе в патрульную полицию. Реформа МВД Грузии удалась. Многие годы ведущие международные организации и развитые стран мира ставят Грузию в пример другим, называя ее лидером в регионе. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.